Всего 2-3 минуты и станок выдает отглаженную, идеально связанную перчатку. Почти вся работа автоматизирована. Ручной труд вносят в последние штрихи. У нас перчатка ровненько вышла со станка, ровненько попала сюда, ровненько вышла из-под верлака. Руки и голова. Было бы желание. На маленькой самарской фабрике делают инновационную защиту для рук. Вяжут из двух видов нитей. Хлопка и кевлара особого волокна. Оно в 5 раз прочнее стали. Используется для армирования автомобильных шин при создании бронежилетов и даже в судостроении. Перчатки тестировали на металлургическом производстве. По нормам они должны защищать руку от жара расплавленного алюминия 3 секунды. Эти справляются в 5 раз дольше. На первый взгляд вполне обычная перчатка. Хотя даже визуально можно увидеть отличия от конкурентов. Но главная особенность самарских инновационных перчаток в их и уникальных свойствах. Они износостойкие и выдерживают многократные порезы острыми предметами. К тому же устойчивы к высоким температурам. Над открытым огнем руку в перчатке можно держать около минуты. Крепкие рукавички применимы для стекольного производства деревообработки сварочных работ и в быту, на кухне и на даче. Выгода и в цене. Импортные аналоги в разы дороже. А делаются самарские новинки на старых станках, которые основательно модернизировали. Вот здесь находится маленький компьютер, который мы научились по-советски перепрограммировать. И вносим небольшие конструктивные изменения в саму конструкцию станка. В Самаре в области производства таких перчаток первопроходцы. Их оборудование может заинтересовались во Владивостоке, Екатеринбурге, Перми и других городах России. Самара должна стать именно центром экспорта технологии. Мы были и на конференции в Финляндии, тестировали финский рынок, в том числе и европейский рынок. Можно это все в принципе применять. Единственное, финны не поверили. Они говорят, что русские не могут выпускать перчатки, выпускают их только китайцы. Амбициозные планы пригласить на самарское производство финских инвесторов. А вот Казахстан уже готов приобрести инновационные станки. Заявки поступают и из Азербайджана. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.